Приветствую вас, и довольно опасно, сложно давать рекомендации и оценки в данной ситуации, потому что вы, как мать, считаете вероятно, что знаете, что для вашего сына лучше всего, и переубедить вас в этом нет возможности, да и нужды, в принципе, тоже. Вы спрашиваете конкретно, что вы делаете не так, и можно сказать вкратце, что не так вы делаете лишь одно. Вы не желаете признать, что ваш сын уже взрослый, что он самостоятельный молодой человек, которому 19 лет, и который уже является совершеннолетним, то есть способным самостоятельно вершить свою судьбу и устраивать свою жизнь. Не так вы делаете то, что не желаете принять то, что сын делает, не желаете одобрить его поведение, его поступки, его выбор. И именно этим вы и разрушаете ваши доверительные отношения. Вы говорите, что вам не нравится то, что сын делает, и, наверное, понятно почему. Вам кажется, что из этого ничего хорошего не получится, а сын приобретет лишь проблемы, негатив, боль, страдания и так далее. Но это жизнь вашего сына, и только ему нужно совершать ошибки. Ему как-то нужно получать опыт в своей жизни. И этот опыт никак по-другому не получить, кроме как через неудачи, через проигрыши, через поражения и так далее. И если вы так уверены, что ваш сын сделал неправильный выбор относительно того, что стал сейчас жить вместе с девушкой, то рано или поздно он поймет это сам. Но ему это нужно понять самому. Вас он воспринимает как ограничивающий фактор. И если вы хотите действительно донести до него свою мысль, действительно хотите ему помочь и как-то просветить относительно ситуации, то в первую очередь нужно перестать открыто с ним конфронтовать, открыто противостоять им напротив. Примите внешнюю его позицию, согласитесь с ней, чтобы он расслабился, чтобы он перестал ждать от вас негатива. И разговаривайте. Говорите с ним. Поначалу он совсем соглашает с тем, что он говорит. И лишь только потом, когда вы увидите, что он начал делиться с вами всем, сокровенным всем. И лично вот тогда в мягкой форме начинаете выражать сомнения относительно его жизни. Просто говорите ему, что сын, я сомневаюсь в том, что ты делаешь это правильно. Говорить тут нужно мягко, позитивно, ненавязчиво. Чтобы он понимал, что вы не требуете от него сиюминутного исполнения того, что вы хотите, а вы просто высказываете совет. Просто говорите мнение. И вот такая форма выражения несогласия с поведением западает гораздо сильнее. Гораздо сильнее влияет на психику. Гораздо сильнее обращает на себя внимание. Потому что сейчас, чтобы вы не сказали, ваш сын воспримет это в штыки. Ведь ему кажется, что вы просто не даете ему жить так, как он того хочет. И он закрыт для вас, как для диалога, так и для взаимодействия доверительного. Он считает, что вы его не принимаете, он считает, что вы примите все дело по-своему, в результате нет никакого слабых согласия. И вот именно движение в этих двух направлениях, то есть первое, осознание, что ваш сын уже не ребенок, что он уже взрослый, и что как взрослому ему нужно неудрее быстро совершать свои собственные ошибки, свои собственные неудачи, чтобы получать опыт в жизни, иначе он никак не его не наберет. И, с другой стороны, видимо дипломатическое, если можно так выразиться, принятие его позиции, и последующее, постепенное внедрение ростков сомнений в его точке зрения, относительно его ситуации в жизни. Вот именно в этом, в этих двух направлениях вам нужно двигаться. Именно этого не хватает в вашем отношении к сыну. И если вы это восполните, то вы получаете максимальные шансы на то, чтобы отношения с сыном у вас нормализовались. Чтобы вы из наставника и командира, которым он вас считает, пригласились в друга, партнера, советника, такого же равноправного человека, как и он сам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остальных, обращайтесь. В личку помогу, все объясню. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам подарши. Всего доброго.